Всем привет, здрасьте! Сегодня покажу как делать вот такие SPN для дефлегматора. Но это она еще пока не обрезанная, то есть вот она в размерчик становится, все классно, фантастика. Так, в моем случае я использую пожарный провод сечением 1 миллиметр. Сейчас покажу как быстро его расчехлить. То есть обрезаем нужное количество. Так, дальше. Так вот большими вот такими манипуляциями. Разрываем верхнюю оплеточку. Так, отрываем ее. Ну и в принципе выкидываем. Дальше. Расчехлить, чтобы вот эти два провода, они сматанные, потому что попарно. Так, в принципе, можно вот так вот первый выдернуть. Небольшую манипуляцию, второй потом распрямить. Дальше. Берем, отрываем кончик и просто тянем вот так вот на бок. Когда перестает тянуться, разворачиваем немножко, мы опять же таки вытягиваем и отрываем. Оплетка, она здесь какая-то резиновая такая, поэтому оторвается хорошо. Вот, пошла вообще офигенно. В общем, расчехляем таким вот образом необходимую длину нашего провода. Все. Провод мы отчехлили. Все классно. Убираем паха сторону. Дальше нам понадобится какой-нибудь пруток, который мы будем накручивать. В моем случае это был или трот-троечка. Я его обстучал, почистил, чтобы с ним скользил потом и ставил шуруповерт. Вот. Потом, значит, берем нашу проволоку. Немного раскручиваем. Так, вставляем, зажимаем кончик проволоки, чтобы она у нас там зафиксировалась. Вот так вот, значит. И простыми движениями начинаем просто накручивать. У меня шуруповерт кошмарит, то есть регулятор не работает, то есть он максимально сразу крутит. Но это не страшно, я уже привык. Вот, значит, накрутилось у нас необходимое количество. Вот оно. Отлично. Далее откручиваем. И спокойненько снимаем нашу деталь. Недокрученные витки просто зажимаем кончик, загибаем. Так. Потом вставляем, смотрим нашу длину, какая нам нужна. Вот мы видим, что у нас все отлично. То есть я просто вот этот кончик так вот и оставлю. В принципе, вполне пригодно. Вот так. Так. А этот кончик у нас потом загнется, лишних режется. Вот. Значит, у меня две штучки уже готовы. Так. Берем также следующую. Вставляем наш пруток. Вставляем нашу проволоку. В принципе, даже можно не сжимать, я так понимаю. Вот. Отлично. Таким же образом и как-то резко. Ладно. Сейчас сожмем. Бывают такие случаи, но это просто делается элементарно все. И, короче, погнали. Вот так вот, значит. Все классно, все отлично. Снимаем. Примеряем. Так. У нас по этой штучке. Вот. У нас получилось намного длиннее, но мы не отчаиваемся. Это даже нам лучше на руку. Так. Этот кончик вот так обрезаем. Так. Примеряем. Здесь мы можем, в принципе, пометить. Вот таким вот образом вытаскиваем. Хрен вытаскиваем. Либо просто-напросто сейчас покажу, чем делаем. Отрезаем. Так. Это обратно выпрямляем. Вытаскиваем. Распрямляем. Распрямляем. Штучку нашу. Вот этот краешек у нас будет фиксатором. Так. Лишнее отстригаем. Пихаем. Все классно. Фиксатор у нас готов. Все. Так. Теперь дальше покажу, что мы делаем с остатками. Они нам очень даже на руку пригодятся. Так. Отрезаем красивые элементы торчащие. И, в общем-то, ну приблизительно так вот обстригаем наши кусочки. Такими небольшими кусманчиками. Ну, это просто отстричь жопку. Так. Ну и складируем какую-то емкость. Потом эти запчасти мы будем насыпать в царку между нашими РПН-ками. Ну вот, в принципе, ребята, так вот все просто и легко делается. То есть, вот они, наши получаются пружинки медные для получения более чистого продукта. Медь будет нас избавлять от серы. Лишний. Вот так вот все легко и просто делается путем подручных средств. И не надо платить большие деньги за такую ерунду. Ну, вот такой вот простой вот метод доработки таких вот простых вещей. Ну вот, в принципе, все, ребят. Пробуйте, делайте, экспериментируйте, и у вас все получится. Понравилось видео ставьте лайк. Всем спасибо за внимание. Удачи и пока. 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 Пока.